здравствуйте с вами канал максимадзе и это вновь gta 4 короче собеседование с гольдбергом с томом гольдбергом у меня будет на завтрашний день в игре gta назначили но перед этим мы направимся к плейбою x в общем то говоря гольдберг у одного моего на классика фамилия гольдберг так что давайте не будем так сказать не в лучшую сторону его ставить так или забыть торрес которую арестовали за наркобизнес дали пожизненный срок но если быть точнее то 300 лет тюрьмы естественно настолько не проживет поэтому можно считать что и пожизненный срок выписали план едем к плейбою давайте ка такси вызовем может роман мне такси подошли роман мне нужно такси твой же мой братишка разве я тебе могу отказать машина уже в пути прекрасно это очень хорошо садись ли махнуть рукой то машина просто возьмет и уедет дело в том что водители такси романом не любят миха и после каждой поездки не очень вежливые ему слова говорит развлекается и менять себя уж тошнит возле и видимо если им помахать то они поймут кого надо подобрать и уедут идем к плейбою у него кстати довольно шикарная квартира сахал он плей голодная игра на века нет не голодный сао как дела золото и привет чувак бизнеса суровое дело а я не жестокий человек меняем кости но у себя же жестокий но то есть ты о чем вообще говоришь хочешь выбить м человек давай свидетельство окей хорошо в общем я связался с наркобизнесом потому что ничего другого мне не оставалось чувак ничего другого я не собираюсь осуждать нет слушать теперь я сплачусь долгами я прошел суровую школу чувак а я много изменил ты ведь меня знаешь и занимаюсь тем что у меня есть возможность для города хочу сделать что-то хорошее так ты говоришь так я говорю так я и делаю когда я заработаю денег я буду строить парки оказать помощь обетишкам спасать жизни и так далее но для этого всего мне нужны деньги поэтому все это все это не имеет никакого смысла если у тебя нет сердца аминь брат то есть твою мать дело в том что ты слышал про иисуса он ведь тоже занимается всяким дерьмом в принципе этим все занимаются он убивал людей он убивал этого иона крестителя он делал то что должен был я думаю что ты не прав насчет этого чувак шутка в том что история дело долгое а у тебя всего один шанс а Дуэйн как чувак Дуэйн будто застрял в 1992 его предел золотая цепь и пейджер знаешь он смотрит на меня как будто придушить хочет я позаботился о бизнесе дал ему денег но из-за того что он я не покупался он теперь хочет шлепнуть меня Дуэйн тоже не просто он долго сидел за решеткой может он парню стоило переговорить нет я уже пытался я хотел отдать ему половину бизнеса я пробовал все что только можно а он все равно пофигу ему и что ты собираешься сделать убить его я этого не говорил чувак ты жесток я пошутил но все же что жесткость то есть парни болтают а я все слышу поговорить что мы с тобой стали слишком близки говорят что ты не уважаешь его называешь психом спецком кризис так она продалась съехал скатушен то есть его больше нет вот не в этом месте но ты же не можешь взять и убить его нет вычетки а ты можешь но я не хочу так я не хочу если успех а все равно понимаешь дуэн это убийцы это убийцы мне не по душе такие разговоры думаешь они мне нравятся здесь либо ты либо я либо ты либо тебя точнее ну ты и тупой конечно в общем я заплачу тебе кучу денег если ты убьешь его смотри на меня я никого не боюсь какой ты улюдок грозится меня убить а пусть он умрет первым я не уверен честно я должен это подумать что уж надеюсь ты поймешь о чем я я буду на связи если что ладно есть немного времени на раздумья дайте ка я домой сначала съездю и сниму очки потому что мне надо на собеседование с гульбергом да без очков ехать потому что с очками не пустят почему то я не знал окей туда нет проблем это цена господи мою машину задевают зараза да нет 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 садим дома вот в этой квартире романа новой есть ноутбук как в интернет кафе можно запросто пользоваться и так переодеться так обойдемся без них ну надо дуэйну сообщить наверное об этом деле нет нет не кочевак я с ума схожу я готов коньки отбросить но сам я не могу его убить он когда ты был моим другом извини меня никогда этого не забыть похоже ты готов прикрыть мой замок помоги мне с этим пожалуйста я буду сама конца ставы это предприятие ради меня это довольно серьезные проблемы с ливой был твоим другом неизвестен но он был более менее число с а вот это ты должен подумать насчет этого всего давайте почту проверим может там что то интересное есть пока включен уважаемый сэр узнать почему миллионы клиентов заказывают девчонок в нашем сайте мужчины и женщины в вашем городе поищут с кем бы переспать пошли в жопу так снижение веса что за благодарю снижение веса да пошли тоже нафиг у меня все в порядке а это собеседование вот как раз таки с этим связано было давайте новости почитаем тогда что у нас там по новостям интересного есть смерти на утконосе это тот корабль на котором мы приехали в либерти сити владенец убийца бесту триад ночная жизнь мосты открыты мистов хоу в бич вот это вот место я видел это закусочная убийство в брокере вот мы это то что связано с никобеликом владелец ночного клуба мертв сообщество из брокеров паники пусачки но я раз перестрелки пристройка пришли там в ужас хозяй так владелец клуба михаил фаустин 45 лет был убит вместе с несколькими помощниками лет 30 европеец темноволосый русская община хоу бич михаил фаустин был известен местным жителям он был хозяином лучшего клуба округ не полюбил и оставил в этом мире жену и дочь понятно на это все связано как раз таки с нами дмитрий расколов же заказал убить фаустин а это колокольчик органайзера к деловался не теряю резину решился ты разрушаешь ты разрубишь про нашу проблему с днем любовь это не наша проблема твоя личная знаю что делать она вот так правильно не как ты крут мир да любовь холод пейте плейбоя или дуэйна надо бы подумать кого лучше убить на самом то деле я когда проходил эту игру в первый раз я не знал какие последствия будут после убийства того или того поэтому я решил убить дуэйна но оказывается что лучше убить плейбоя x потому что за убийство дуэйна мы получим всего 25 тысяч долларов а за убийство плейбоя x мы получим новую шикарную квартиру и квартира плейбоя x перейдет ко мне поэтому мы пойдем и убьем плейбоя x так а магазин оружия рядом мне надо бы оружие запастись поеду ка я на своей машине я хочу прорекламировать канал своего друга канал называется чего хочу то и врачу подписчиков подписчиков имеет всего 15 штук но ему нужно чтобы вы его поддержали он выпускает довольно качественные видео с хорошим правильным монтажом и именно владелец этого канала алексей именно он помог мне установить лицензионную версию red dead redemption 2 огромнейшее ему спасибо обязательно подпишитесь на его канал так же как это я сделал никогда еще не бывал в хаусе плейбоя x наконец-то это произойдет я у клейбой x снежинка вернулась но у него тут охранники стоят что ты здесь делаешь ты уже избавился от Дуэйни я был уверен что старый пёс даст двое я не убивал Дуэйни тогда зачем ты вернулся давай уже за дело чего ты ждешь понимаешь я вот тут подумал а может быть проблема не в Дуэйни может быть дело все в тебе что ты себе позволяешь придурок ты думаешь я бы сюда смог попасть если бы позволялся им делать что попало охранники ну-ка здесь схватите его ах блин если убивать Дуэйни так будет проще там будет один старикашка только сбитый а сам Дуэйн даже сопротивляться не будет козлы охранники у него не такие уж и сильные я думал ты золото а ты оказался подлой крысой пришлось убирать между тобой Дуэйни я выбрал его ты спустился там да а нет не спустился я помню куда он пошел он там там дверь на этой крыше он туда куда-то пошел спускаться никаких охранников там вроде дальше бы нет только на улице если есть даже если убьешь меня весь город не успокоится пока ты не сдохнешь а вот это я думаю вряд ли ты куда собрался пришли 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 тебе не стоило просить на него убивать Дуэйна он мой друган поднять руки ты не стоило выбиваться в люди прости но я Дуэйну доверяю больше чем тебе губай меня уважали я был не таким как все ты менял игры это тебя и изменило дистинул так прикольно звучит Дуэйн Дуэйн, я разобрался с Лейбоем. Думаю, тебе стоит знать, что он первым попросил прикончить тебя. Он собирался отпалить мне за эту кучу бабла. Черт, мужик, он когда-то был хорошим парнем. Хотя и не насытным. Всегда хотел больше, но, наверное, мне нужно было увидеть это еще тогда. Приглядывайте. Никогда не знаешь, что превратится человек. Ты прав, я могу дать тебе денег за то, что ты помог мне. Но у меня есть документы на этот роскошный чердак Лейбоя. Забирай у себя. Но я видел, где ты живешь. Ты его себе можешь оставить. Не, он слишком будет напоминать мне, ты там, пареньки. Может быть, как-нибудь заглянишь мою веру, потусуемся вместе. Знаешь, и так же много времени. Я тебе как-нибудь сбятну, думаю, до скорого. Теперь вы можете пользоваться апартаментом, как плейбоя, как своей квартирой. Это очень хорошо. Давайте-ка сходим туда сразу же. Заглянем и осмотрим. Это место я в нем никогда просто еще даже не был. Я надеюсь, моя тачка сохранилась. Да, моя машина сохранилась очень хорошо. Что ж, теперь у Романа Беллика будет своя квартира. Ой, блин, что это за... У Романы своя будет квартира в том Алкогвине. А у меня будет своя здесь. Хорошо же будет, да? Давайте-ка заглянем в эту новую квартирку и посмотрим, что там внутри. Тут даже охрана есть. Можно даже компьютером охранник воспользоваться. Так, ну туда попасть нельзя, а вот сюда можно. Ну, давайте осмотрим, что у нас здесь такое. Кухонка такая вот, пожалуйста, кухонка. Бильярд. Поскольку я помню, можно будет с друзьями тут поиграть. О, можно телек прикольный посмотреть. Что у нас тут еще есть? Здесь можно поспать. Ага, хо-хо-хо, это зеркало. А я думаю, что это за хрень? Балкончик есть, можно через балкон, кстати, даже спуститься. В общем, прикольно. Еще здесь интересная одежда нам дается. Давайте-ка я вверх выберем. Блин, вот. Красивая одежда долго загружается. Во. Во. Видите? Нам после этого даст... Нам после убийства Playboy X доступна куртка... Клода Спида. Это главный герой GTA 3. И вспомогательный персонаж из GTA San Andreas. Тут даже джакузи есть. Горячий, правда, такой. В общем, прикольный мне достался дом. И курточка мне это тоже нравится. Но на собеседование с Гульбергом мне, к сожалению, придется... Здесь у нас Туэйн и Playboy изображены на фотографиях. Но на собеседование с Гульбергом мне, к сожалению, придется поехать в другой одежде. Как там у нас с собеседованием дела? Органайзер. Сегодня. 12 часов собеседования. О, уже скоро. Я, наверное, прямо сейчас и поеду. Но не на своей машине, потому что там будет массовая перестрелка. Сначала довезите меня до вот этого вот магазина Персей. Я кое-какую одежку там возьму. Если надеть те очки, в которых я ходил до того, как... До собеседования с Гульбергом, которое вот еще, правда, не наступило. И в этом костюме я буду похож на Дмитрия Раскова на концепт-арте. Мне кажется, на Нику Беллика вот в этом костюме этот концепт-арт... Персонаж на концепт-арте больше похож, чем на Дмитрия Раскова. У Дмитрия Раскова вообще галстук есть. Пиджак черный у него. Так, ну и где собеседование-то? Да вы офигели, что ли? Какой галстук, блин? Очень хорошо, что тут рядом совсем Персей находится. Очень рядом. Это очень хорошо, прям вот совсем рядом. Возьму-ка я, наверное... Вот этот костюм. Темный. Более темнее, чем тот, который у меня вот... Да, е-мое, осторожней будьте. Вот кто... Я забыл, что галстук... Хотя на карте галстук обозначен. Но я думал, просто надо красивый костюм. Финальное интервью. Это Николай Белик. Я пришел на собеседование. Проходите, я вас провожу. Подобили к себе корректарю. Добро пожаловать в Гольдберг. Линнер и Шейс, сэр. Тут все красивые. Мистер Белик, я посмотрю, освободился ли мистер Гольдберг. Мистер Гольдберг, мистер Белик пришел на собеседование. Очень хорошо. Скажите ему, чтобы проходил ко мне в кое-как. Мистер Белик, пожалуйста, идите за мной. Мистер Гольдберг просто святой. Знаете, он даже учит детишек плавать. Он очень добрый и отзывчивый. Единственное, что он хочет, это сделать мир лучше. И приводи вам Господь встать на его пути. Я всегда нервничаю перед собеседованием. Он здесь, не нервничайте, он не кусается. Спасибо. Привет, Нихо. Это сокращение от имени Николай, верно? Мне нужен человек, который будет... Да, брат, ну, помню, все работы. Николай, мне понравилось, что я резюме. Похоже, ты один из тех, кто не останавливается на полпути. И нужно глянуть еще раз, посмотреть на твой предыдущий опыт работы. Похоже, ты один из тех, кого не нужно... С тех, кто смотрит на мир, видит проблемы, пытается их решить. Ну, конечно. Меня беспокоит, что люди не замечают возложения общества. Это словно кариес. Я сначала... Сначала ничего с ними не делаю, а потом уже поздно. Придется удалять зуб целиком. Да? Я тот парень. Да. Который пытается встряхнуть народ. А народ, это значит общество и власть. Я встряхиваю их и говорю, пришло время чистки. Избавьтесь от гнидующего мяса, сгнидавшего взбах. Нельзя допускать появление кариеса. И есть тут, правда, еще один полицейский. Хороший. Но решил поставить себя выше закона. Это не совсем правильно. Знаешь почему? Потому что закон... Я впрошу к сотрудникам полицейского. Никто не смеет ставить выше самого его правосудия. Ну да. Здесь в ГЛИЭШ. Мы работаем на пределе, мы стоим на передовой. Человек, который недавно был в моем офисе, в самом кабинете был убит. В этом мире нужно бороться с справедливостью. Точно. Давайте назовем какое-нибудь место, где тебе приходилось работать в команде. Я работаю в одиночку. Все время. И я пришел сюда выполнить другую работу. Стоишь на ногах, уверенное поведение. Эй, погоди, ты что делаешь? Я делаю работу. Ты ничего не видела тебя, ясно? Прочь, прочь. Черт, охрана довольно серьезно, придется вымитаться. Красиво врезалась вообще вот. Я забыл, где тут выход лежит. Ой, там охрана стоит. Ой, я невинного человека убил. Так, я больше не вижу никаких охранников. Выходы заблокировали. Теперь на воеваянии не поддавайся. Черт, полиция уже здесь. Лучше не убивать полицейских, потому что они... Мы не потом покоя просто не дадут. Так, надо как-то смыться отсюда. Чего ты пистал? А ну-ка дай сюда руль мне. Я вообще случайно подержал F. Ну, я просто привык. Блин, колесо, кажется, попали. Да нет, по-моему, не попали. Все порядком, мне кажется. Скорей, 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 скорей. Нельзя натыкаться на полицейских. О, я тут ремонт затеяли. Зачем, интересно? Вот это место называется Comedy Club. Не путайте с Comedy Club. Только... Вот так-то. Вот материалы. Отлично, наконец-то все улажено. Сразу на душе полегчало. Ты ведь и Гольберга заткнул, так ведь мне больше не нужно будет беспокоиться о нем. С ним покончено. Приятно слышать. Рага расплещ. Вот твоя оплата. Одна тысяча долларов всего, серьезно? А че так мало-то? Ну ладно. На этом стоит завершить эту серию. Опа, малыш Джейкоб прислал сообщение. Если деньги тебе нужны, звони, у нас плохий шум найдется работа. Ладно, этим мы как-нибудь в другой раз займемся. Ну что ж, а на этом, пожалуй, мы завершим эту серию. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группа ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok